Эти дети проводят в больнице по нескольку месяцев. Как и другие малыши, они подвижны, хотят бегать, играть, общаться с друзьями. Но больничные стены к играм не располагают. Досок ребят решили разнообразить сотрудники Центра современного искусства «Заря». Дети, которые находятся здесь, они не имеют возможности выезжать куда-то, они не имеют возможности сходить в музей, они не имеют возможности посмотреть выставку. Поэтому мы как Центр современного искусства, основной целью которого является развитие современного искусства в городе Владивостоке, на Дальнем Востоке, который хочет приобщать людей и детей в том числе к современному искусству, мы решили, что мы можем приехать сами, привезти музей сами в больницу и показать детям, что у нас проходит в «Заре». А происходит многое. Так, в конце сентября в «Зарю» приехала выставка арт-дуэта Ели Кука, к востоку прилагается запад или к дивану прилагается хвост. Все объекты инсталляции связаны между собой канатами. Зритель волен вмешиваться в порядок, установленный художниками. Такая близость к искусству в прямом смысле этого слова детям особенно по душе. Для маленьких пациентов провели мастер-класс по созданию изделий из пуговиц и камней. Подобные экспонаты есть и на выставке художников в «Заре». Это санаторное отделение, то есть они не болеют, они здесь восстанавливают свой иммунитет, свое здоровье, поэтому в принципе сил у них хватает и для игры, и для учебы. У нас есть школа, у нас есть мастерская своя творческая, у нас с ними воспитатели работают, психологи. Но важно, чтобы всегда были новые лица, новые занятия, мы не можем охватить все. В Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице ежегодно проходит лечение и реабилитацию более 1700 детей и подростков со всего края. Отделение медицинской реабилитации и консультативной диагностики, расположенное в районе сад города, рассчитано на 120 коек для детей школьного возраста и подростков от 7 до 17 лет. За год здесь оздоравливается более 700 ребят. К слову, уже четвертый год пациенты туберкулезной больницы находится под крылом благотворительного фонда «Тепло наших рук». Детей возят на различные экскурсии, в театры, филармонию, а сегодня ребятам подарили дизайнерские хвосты, сшитые поэскизом художников. 2 декабря на площадке «Зари» состоится благотворительный аукцион современного искусства. С молотка можно будет приобрести работы самых известных дальневосточных художников. Все собранные деньги будут переданы в фонд «Тепло наших рук» и согреет, в частности, и проходящих реабилитацию детей. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.